Привет! Вот и пришло время заполнять консульскую анкету. После того, как подтверждается ваш job offer, мы вам высылаем инструкцию о том, что нужно делать и в какой последовательности. Для начала ознакомьтесь с процедурой на сайте консульства. Здесь есть полезная информация, начиная от того, где находятся адреса консульства, часы работы. Также можно отследить свой паспорт. После того, как вы получите визу, через 2-3 дня ваш паспорт будет выпущен из консульства. И статус можно отслеживать на этом сайте по номеру заграничного паспорта. Заранее сфотографируйтесь на визу. Любое фотоателье, надеюсь, знает параметры. На всякий случай можете проверить требования на сайте консульства. Возьмите свежую справочку в ВУЗе, так как она вам понадобится на собеседовании. Справка должна быть датирована не ранее, чем марта месяца и быть за этот семестр. Прочитайте брошюру участников в G1 ВИЗе о правах и обязанностях на территории США. У нас в группе ВКонтакте в разделе «Документы» имеется английская версия. Если загуглите, то можно найти и русскую версию. Этап 1. Сделайте фото для визы и оплатите консульский сбор. Оплатить нужно через сайт консульства. Переходим по ссылочке. На сегодняшний день консульский сбор составляет 9920 рублей. Нужно внести данные заявителя, e-mail и обязательно распечатайте квитанцию, так как она пригодится, понадобится вам в консульстве. Этап 2. Заполните консульскую анкету. Переходим по ссылочке, попадаем на сайт. Где нужно для начала выберите русский язык. Выбираем регион. Санкт-Петербург или Москва, в зависимости от того, где вы хотите подавать на визу США. Далее нужно протестировать свою фотографию. Моя фотография успешно проходит проверку сайтом. Если не проходит, то чаще всего проблема в разрешении этой фотографии. Нужно будет в фотошопе ее подправить. Не пытайтесь отправить нам консульскую анкету, если фотография не проходит, так как мы не сможем проверить вашу консульскую анкету. Сайт еще раз запрашивает у нас код. Нажимаю кнопочку Start an Application. Далее вы будете заполнять консульскую анкету. Скажу сразу, что раза два-три вас сайт выкинет и придется заходить заново. Чтобы зайти в свою консульскую анкету, нужно будет нажать Retrieve an Application. Сейчас мы нажимаем Start Application. Запомните номер консульской анкеты. Запишите ее на бумажечку. Также нужно будет создать Security Question и Answer. То есть для того, чтобы войти заново в свою анкету, нужно будет знать ее номер и нужно знать ответ на контрольный вопрос. Например, имя вашей бабушки. Наталья. Запомните, этот контрольный вопрос и ответ нужно будет отправить нам, чтобы мы смогли зайти в вашу анкету и проверить ее. Берем заграничный паспорт и переписываем прям по буковкам вашу фамилию, имя, отчество. В российских паспортах нет отчества в английском языке. Что делать? Ниже под видео прикреплены правила транслитерации и правила написания основных отчеств. Так что используйте ту раскладочку, которая рекомендует вам консульство. Фамилия, имя, отчество на русском языке. Если, кстати, какой-то пункт вам непонятен, можно навести мышку и рядышком появляется перевод на русский язык. Использовали вы ранее какие-то имена? Нет. Пол мужской. Статус сингл. Дата рождения. Место рождения. Нажимаем кнопочку Next. Гражданство. Россия. Есть ли у вас гражданство другого государства? Нет. Номер паспорта. Здесь мы вписываем номер внутреннего паспорта. US Social Security Number. Если вы участник, бывший участник Work and Travel, то здесь вписывается номер Social Security. US Taxpayer ID Number doesn't apply. Адрес. Я думаю, проблем здесь нет. Телефон ваш, e-mail. Далее, вписываем здесь данные заграничного паспорта. Если у вас один единственный и вы гражданин другого государства, то выбираем паспорт Regular и номер заграничного паспорта. Паспорт Book Number. Здесь пишем ТЕР-17. Что это такое? Это буквенное обозначение нашего агентства. И сокращенно от InterExchange и 2017 год. Страна Россия выдавала паспорт, где я получал в Гатчине Ленинградской области. Дата выдачи и дата окончания паспорта смотрите в заграничном паспорте. Был ли утерян паспорт? Но. Далее выбираем тип визы. Exchange Visitor. J. J1. Есть ли у вас какие-то планы на поездку конкретные? No. Примерная дата вылета 6 июня 2017 года. И еду я на 3 месяца. Это все указывается примерно. Адрес по которому вы будете жить и остановитесь в США. Указываем адрес работодателя. Здесь адрес ставится не главного офиса, а непосредственно того места, где вы будете работать. То есть не юридический, а фактический адрес. Кто платит за вашу поездку? Советуем указать здесь родителей. parent живет по тому же адресу. Кто-нибудь едет с вами? Здесь только братья и сестры, родные. Муж с женой могут указать yes. Все остальные, друзья, подруги указывают no. Каждый едет индивидуально. Были ли вы ранее в США? No. Если вы были, то нужно будет указать, когда вы прибыли и длительность пребывания. Если вам была выдана виза, то нужно будет также указать номер визы. Красненький номерочек начинается с буковки. Вам отказывали когда-то в визе? Если да, то указываем дату, по-моему. Кто-нибудь помогал вам с петицией? Нет, нет. Contact person or organization in the United States. Здесь мы указываем данные своего работодателя. Фамилия, имя. Здесь я, кстати, перепутал местами. Название организации. Это работодатель, адрес, телефон, e-mail. Все нужно указать. Данные берете из job.off. Данные вашей семьи. Указываем отца, указываем мать и отвечаем на вопросики. Находятся ли они в США? No. Есть ли у вас другие родственники в США? No. No. Надеюсь, так и есть. Информация про заявители. Кем вы приходитесь? Выбираем студент. Пишем название вуза полностью. Санкт-Петербургский государственный университет, телекоммуникации. Все на английском языке. Адрес. Телефон. Вот здесь указывается телефон вашего деканата. Или же телефон, где могут подтвердить то, что вы являетесь студентом. Участие студентов это будет какой-то определенный телефончик. Доход не указываем. В графе Briefly describe your duties нужно написать, что я студент второго курса из четырех. Economics faculty. Факультет экономики. Далее указываем информацию о предыдущих опытах работы. Очень интересует консул информация тех ребят, которые уже были по программе Work and Travel в США. И здесь нужно указать, где вы работали. Любой опыт работы, официальный, неофициальный, нужно указать. В России работал, буквоеде, пожалуйста, всю информацию здесь внесите. Принадлежите какому-нибудь клану? Нет. Языки владеют русским, английским. Страны, которые посетил, Финляндия. Далее идет много пунктов. Ознакомьтесь с ними. Для большинства заявителей 99,9%. Здесь отмечается ноу. Поэтому я быстренько пробегу. Вам все это нужно прочитать. Подписывая анкету консульскую, вы подтверждаете, что знаете всю информацию, которая имеется в этой консульской анкете. Дополнительные контакты, которые могут подтвердить информацию, заполненную в консульской анкете. Не родители. Здесь указывается друзья, знакомые, братья и сестры. Можно информация про двух человечков. Севис. Номер сервиса мы впишем корректно в вашу консульскую анкету. Вам же следует поставить буковку N и 10 единичек. И номер программы. Номер программы на английском языке P-3-053-80. Это зашифровано. Work and travel USA, sponsor, inter-exchange. Do you intend to study in the United States? No. Мы не будем учиться ничему в Соединенных Штатах Америки. Далее нажимаем кнопочку Save. Нажимаем кнопочку Save Application to File. Через 30 дней зайти в анкету будет невозможно. Но имея дат-файл, который сохранился на вашем компьютере, все-таки можно будет туда зайти. Страшный файл с очень страшным форматом. Далее нужно будет отправить письмо на электронную почту sasaspbsobakaiec.ru В теме указываете свою фамилию, имя и пишете слово Visa. Не забываем прикреплять фотографию. Пишем в самом письме фамилию, имя, консульство Санкт-Петербург или Москва. В зависимости от того, где вы будете проходить собеседование. Указываем номер консульской анкеты, а также свою дату рождения и контрольный вопрос, чтобы мы могли зайти и проверить вашу консульскую анкету. Через пару дней мы проверим анкету. И как придет разрешение на работу, мы вас пригласим в офис. После этого нужно будет записываться на собеседование. Но это уже в следующей видеоинструкции. Всем до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok